В конце марта начался процесс по громкому пинскому делу. По нему проходит 14 человек, которые обвиняются в насильственных действиях против 109 силовиков. Всем им грозит от 5 до 6,5 лет лишения свободы, а также огромные штрафы. Среди обвиняемых супруги Елена и Сергей Мовшик. У них двое несовершеннолетних детей, которых соцработники направили в приют. Старшую 10-летнюю дочь уже хочет удочерить новая семья. Елена Мовшик прямо на суде после оглашения запроса прокурора написала в тетради «Я повешусь». Закамерники Елены рассказали, что после задержания ее доставили в изолятор, в чем мать родила. Кроме того, она была сильно избита. В своем последнем слове обвиняемая попросила судью не карать ее жестким приговором, так как на свободе ее ждут дети. Напомним, 9 августа пинчане пришли к госполкому, чтобы узнать результаты выборов. После чего к администрации приехало большое количество силовиков и граждан начали брать в кольцо. Те пытались вырваться и защищаться от вооруженных людей. После случившегося местные жители говорят, что им страшно жить. Финским делом затронуты сотни человек. Ни в одном районном центре Беларуси не было столько задержанных по уголовному обвинению за участие в протестах. На предприятии Белмедпрепараты началась массовая зачистка от неугодных. Людям предлагают уволиться самостоятельно, а несогласных увольняют по статье за якобы прогулы. Об этом сообщают читателю Дэйв Бай. После так называемых президентских выборов и насильственного разгона мирных протестующих работники предприятия выходили на крыльцо, чтобы принять участие в акции солидарности. Многие из сотрудников подписали также письмо против насилия и вышли из государственного профсоюза. Именно они больше всего подвергаются сейчас давлению. Люди увольняют целыми семьями, и мужа, и жену. Уволили также начальника производства, который отказался сокращать штат. Больше всего отличился шестой цех. Там хотят уволить всех — от начальника до мастеров. Всего в списках на увольнение находится более двухсот фамилий. По словам сотрудников предприятия, среди уволенных есть очень уважаемые люди. И кем нелегитимная власть планирует заменить их, непонятно. В свою очередь, руководство предприятия информацию о массовых увольнениях опровергло. Массовые увольнения грядут и в организациях сферы культуры. По информации, переданной Народному антикризисному управлению, до конца 2021 года планируется оптимизация работников на 20%. Фактически, это означает, что каждый пятый работник сферы культуры, которых сейчас в стране более 65,5 тысяч человек, останется без работы. Больше всего от таких сокращений пострадают учреждения в селах и небольших городах. За последние 20 лет в Беларуси их количество сократилось по меньшей мере на 25%. Это лишний раз доказывает, что бюджетная кубышка совсем опустела и нелегитимная власть не придумала ничего более, кроме как сэкономить на культуре. И это с учётом того, что зарплаты работников культуры одни из самых маленьких в стране. Режим прямо говорит, что ему не только не до законов, но и не до культуры. Лукашенко предпочитает потратить огромные суммы на своих красавцев, лишь бы продлить свой срок правления. Уволить в нашей стране могут не только за участие протестных акций. 25 марта жительница островца после стирки повесила на балконе плед, подаренный свекровью на Новый год. Сотрудников милиции смутили его цвета – белый с красной полосой посередине и красной каймой по краям. Поэтому уже на следующий день владелицу так называемой незарегистрированной символики осудили за якобы одиночное пикетирование путём вывешивания бело-красно-белой материи и приговорили к штрафу в размере почти 600 рублей. На этом история не закончилась. Спустя несколько дней осуждённую уволили из детского сада, где она работала дефектологом. Причиной увольнения стало якобы аморальное поведение сотрудника. Таким образом, Лукашенко рискует потерять даже 3% своего электората. Ведь если начать судить и увольнять людей за любое использование белого и красного цветов, сторонников нелегитимного попросту не останется. Белорусский режим установил временный запрет на экспорт основных видов зерновых. Согласно постановлению Совета министров от 14 апреля такие меры вводятся на ближайшие три месяца. Об их причинах официальных комментариев пока не было. Однако ситуация напоминает аналогичную историю, которая происходила в России 11 лет назад. Тогда приказ Путина о запрете на вывоз зерновых спровоцировала резкий рост цен на крупы. При этом важно отметить, что соседнее государство является одним из мировых лидеров по экспорту зерновых. В частности, Россия первая в рейтинге экспортеров пшеницы, чего не скажешь о Беларуси. В прошлом году доля нашей страны составила всего одну тысячную в мировом экспорте пшеницы. Таким образом, следовать примеру восточного хозяина и пугать весь цивилизованный мир своими контрсанкциями нелегитимному вряд ли удастся. А вот насмешить Запад тем, что он называет симметричными мерами, вполне. Впрочем, если кому-то в этой ситуации будет не до смеха, то это простым белорусам. Сложившейся ситуацией эксперты уже советуют гражданам Беларуси делать запасы долгохранящихся продуктов. Тихой САПы чиновники Витебской области поменяли в регионе социальные стандарты. Согласно решению, которое облсполком выпустил ещё в конце марта, в раздел «Народные потребности» были внесены существенные изменения. Если раньше жители области должны были обеспечиваться горячей водой ежедневно, то теперь и до 2025 года она может появляться в кранах всего два раза в неделю. Решение об этом будет приниматься на местном уровне с учётом финансово-технических возможностей. Казалось бы, такой характерный для лукономики откат к советским временам должен подразумевать повсеместное пользование общественными банями, но и с этим как-то не задалось. Из соответствующего перечня пропали нормы по обеспечению банями городов и посёлков. Что ж, как говорил один постоялец мавзолея, мы пойдём другим путём. Лукашенко тоже решил, что может повести целую страну в дебри продовольственного дефицита и отсутствие возможности по-человечески помыться. И всё это в центре Европы в 21 веке. Друзья, завтра в 17.00 не забывайте подключаться к нашему прямому эфиру, а в воскресенье утром на нашем канале появится большое интервью с советником Светланы Тихановской Франком Вечёркой. Поговорили не только о работе штаба, но и о его личной жизни. Хороших всем выходных и Жыве Беларусь!